Я хочу поговорить кое о чем близком и дорогом моему сердцу. В период забастовки сценаристов, несколько месяцев назад, мы пробовали разные вещи во время забастовки. И однажды на шоу мы сняли момент, когда я проводил время с человеком из моей команды. Он ассоциативный продюсер здесь на шоу, и его зовут Джордан Шланский. И да, вот он. Нет, он не колдун. Он гипнотизер. Что это еще за фотография? Это просто... Я вижу это во сне. Ладно. Как вы можете увидеть по фотографии, Джордан не такой, как все. Мы многое узнали о нем. Ему нравится рок-группа Rush. Это его любимая рок-группа. И он очень хорошо пользуется кнутом Индианы Джонса. Это одно из его хобби. У него есть такой кнут, и он постоянно тренируется. И вот мы узнали все это про Джордана, и с тех пор, как мы выпустили тот ролик, Бесчисленное количество людей, куда бы я ни пошел, говорят, «Эй, а что с тем парнем Джорданом? Он реально такой? Он все еще работает с вами, мы хотим увидеть больше Джордана, он чем-то зацепил людей». Так что я подумал, что мне стоит провести больше времени с Джорданом Шланский. Джордан называет себя экспертом еды и вина, поэтому я подумал, что будет разумно, если мы с Джорданом поужинаем вместе. Я позволил Джордану выбрать ресторан, он повел меня в свой любимый итальянский ресторан в верхнем эссайде, называется «Дуэ», здесь на Манхэттене, с нами была съемочная команда, и вот что произошло. Ты попросил меня встретиться сегодня у ресторана «Дуэ», потому что ты захотел, чтобы я попробовал фантастическую итальянскую еду. Да, хорошая еда, хорошее обслуживание, у них целый пакет. Хорошо. Ты можешь смотреть мне в глаза, если хочешь, я понимаю. Здравствуйте, как дела? Он на самом деле не итальянец. Здравствуйте, как поживаете? Теперь вы оба тоже обнимитесь, пожалуйста. Это твоя страсть, верно? Верно. Женщины тебя не интересуют, только еда. Я предпочитаю как можно чаще быть окруженным красотой во всех ее проявлениях. Спасибо. Симпатичный мужчина, хорошо одетый, хорошо выглядящее окружение. Мне нравится быть в местах, где есть стиль, с людьми, у которых есть стиль, с едой, у которой есть стиль. Я услышал тебя, а теперь давай займемся едой, да? Да. Учитывая погоду, я бы хотел что-нибудь из Пимонта, как вы уже сказали. И почему бы не заказать короля всех вин? Баролу. Король вин из Пимонта. Баролу. Правильно. Вам нравится Баролу? Это отличное вино. Звучит неплохо для меня. Это было быстро. Спасибо. Вы не против, если я посмотрю тоже? Спасибо. Спасибо. Коротко расскажу тебе кое-что. Кто-то мне однажды сказал, что хорошее оливковое масло должно иметь вкус, как солнце Тосканы. Это имеет какой-то смысл? Если это оливковое масло из Тосканы. Да, это я имел в виду. Но можно ощутить вкус солнечного света. Конечно, можно ощутить вкус солнечного света. Можно говорить «конечно». Можно просто «ой, это интересно». Когда ты говоришь «конечно», такое чувство, будто ты меня опускаешь. Типа «о, ну да, идиот». Понимаешь? Так что можешь просто сказать «ой, это хороший довод, Конан». Да, да, я тоже такое слышал. Просто пойми, что это кустарные работы. Это вино, это оливковое масло, являются продуктом целого ряда факторов. Сделай одолжение. Воткни это мне в голову. Воткни в мою долбаную бошку. Просто прямо сюда и пронзи насквозь. Джордан и я спустимся сейчас, чтобы познакомиться с шефом. Шеф-италянец? Думаю, что да. Хорошо. А если он не италянец, это тебя будет беспокоить? Это могло бы быть поводом для беспокойства. Ничего не имею против, но если он итальянец, то есть большая вероятность, что он ценитель искусства еды. Да, да. Не знаю, что это означает, но мне сказали, что его зовут Ху Ченг. Как ты называешь, Мико Мил? Марио. Марио, Джордан, пиачере. Пиачере. Марио. Молто бенне. Красота этих цветов, красота того, что происходит сейчас в этой сковородке, пузырящийся соус, энергия. Посмотри, как уменьшается количество соусов, пар, поднимающийся от еды. Это невероятно чувственный опыт. Вы хотите, чтобы я позвонил в полицию? Он радуется цвету помидора. Сколько помидоров ты вообще видел в жизни? Они все выглядят одинаково. Неправда. Расслабься. Я с удовольствием как-то посетил Ла Чао Даль Торнавенто в Пьемонте. Вероятно, он известен как самый лучший гастрономический центр в мире. Один из лучших ресторанов, в котором я был. То есть ты был в Италии, и ты был в хорошем месте для еды. Верно. Этот обед состоял из нескольких блюд. Он длился 4 часа. Я имела удовольствие быть отведенным в винный погреб, когда все закончилось. И тебя изнасиловали. Прости. Так странно, что я держу общую тарелку вот так. Мы должны были вдвоем попробовать это. В любом случае, продолжай. Тебя отвели в винный погреб. Извини, я был невежлив. Продолжай. Моя маленькая шутка. Простите, что немного пошутил. Продолжи историю. Я был в маленьком городе в Южной Тоскане. Не надо начинать рассказывать все заново. Я понял, ты был... Ладно, прости, продолжай. Я выпил немного вина и ем всю эту тарелку сам. Я веду себя как придурок. Продолжай. Это был вечер очень важного футбольного матча. После ужина я спустился на площадь, где собрался весь город, чтобы посмотреть игру, спроецированную на средневековую стену. И тебя изнасиловали. Заправка. Музыка для меня очень важна. Я считаю, что во время развлечений музыка должна звучать с того момента, как первый человек заходит и до тех пор, когда последний уходит. Я заказал музыку. И теперь я服 zajам. Все editor-порационные музыки. И я вам дохли. 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 У меня с профессорами. И я вам дохли. а ты все еще играешься с кнутом иногда не знаю в курсе ли вы но джордан обладает многими навыками вы знали что он мастер по хлысту этого я не знал этот тортино лучшее что я когда-либо пробовал что о чем ты вообще это как шоколадный торт вкусно да нежность этого торта я прямо сейчас в раю я бы хотел чтобы ты был там послушай меня сделай одно одолжение смогу и то что собираешься положить в рот почувствуй сочетание текстур между джелата и тортина почувствуй сочетание температур между горячим и холодным ты должен ощутить вкус ты должен заткнуться ты меня убиваешь ты убиваешь мой разум ты хороший парень но давай покушай кашку и закрой рот на замок это была фантастическая еда сейчас час 30 ночи джордан и я едем сейчас в немецкая диско в нижнем и сайде так что спокойной ночи и приятного аппетита поехали давайте позовем его сюда леди джентльмены джордан шланский он реально существует ладно хорошо у нас будет хорошее шоу джордан спасибо